МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жизнь течёт и меняется, новости, события. Иногда хорошие, иногда как-то так". Ну а нам здесь с панорамы много что видно, и все эти «Как-то так» мы рассмотрим и обговорим сами, но и с нашими гостями. Ведь это ток-шоу «Как-то так» в студии Максим Кузин и Андрей Свистунов. Ну и начнём, как обычно, с наших интернет-новостей. И специальный человек у нас на этого есть. Наняли мы его. Есть, есть. Катерина. Здравствуйте, коллеги. Давай, не томи, рассказывай, что у тебя нового, горячего, интересного. Так, ну, интернет у нас гремит. Самая обсуждаемая тема в сети в последнее время – это, конечно, коронавирус. Количество случаев заражения коронавирусом в Китае уже превысило десятки тысяч. Кстати, для борьбы с вирусом испытывают российский препарат «Триозавирин». И по заявлению разработчиков, препарат эффективен против 15 видов гриппа. Это немало, кстати говоря. Ну и одна из главных политических новостей начала года в России – новое правительство. Старый кабинет министров подал в отставку сразу после обращения президента к Федеральному собранию 15 января. Новый кабинет возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Кабинет министров уже приступил к выполнению указаний президента. Ну и одна из наиважнейших тем начала года – повышение штрафов и налоговая перезагрузка, так называемая. Планируется увеличение штрафов за наиболее частые нарушения и введение новых форм наказания. Изменения коснулись и Тверской области, кстати говоря. В регионе стартовала транспортная реформа. 3 февраля в Твери заработала новая транспортная система. По улицам города проехали новенькие синие лязы. Ну а вы, мои коллеги-автолюбители, наверняка заметили какие-то изменения в городе. Ведь большинство маршрутных транспортных средств не вышло на работу с 3 числа. Ну вот 3 числа как раз это и было максимально заметно, что поубавилось количество таких общественных маршрутов. Да. Но зато количество пассажиров на остановках существенно увеличилось. Было такое дело. Но ездить стало посвободнее, так или иначе. Особенно, как всегда, с Южного в центр. Терпение, Максим, терпение. Будем надеяться, да, что действительно это принесет свои плоды и действительно станет хорошо всем. И водителям, и пассажирам. Ну и нужно заметить, что это всего лишь первый этап реформы. Дальше будет только лучше. Будем на это надеяться. У меня все. Спасибо. Спасибо, Катя, тебе за новость. Как всегда, очень-очень интересно и оперативно. И что касаемо, кстати, новостей. Я думаю, что нам есть о чем сегодня поговорить. Я с тобой полностью согласен. Поговорить есть о чем не только нам с тобой, но и с нашими гостями. Итак, давайте представим наших гостей. Президент Тверской торгово-промышленной палаты Шорика Владислав Витальевич. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Стамплевский Антон Владимирович. Здравствуйте. Ну и наш любимый экономист, кандидат экономических наук Толкаченко Оксана. Оксана, здрасте. Здравствуйте. И депутат городской думы, заместитель-председатель постоянного комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев тоже сегодня пришел к нам в гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте поговорим о том, что, во-первых, ждет россиян в плане повышения штрафов. Естественно, мы прекрасно понимаем, что задача стоит большая, чтобы реальные доходы жителей увеличивались, население, но вот без штрафов, к сожалению, как получается, обойти не удается. Надо вообще сказать, что эта тема касается каждого из нас, никаких там слоев населения, а действительно каждого гражданина нашей страны. Вообще, как вы относитесь к тому, что происходит касаемо и вот этой, если так можно сказать, налоговой реформы и, конечно же, новой системы штрафов? Как хотите. Можно сказать, что надо разделять эти вещи. Налоговая реформа, ну, такого, в принципе, нет, поскольку на федеральном уровне объявлена моратория о неповышении налогов. Если не считать странное повышение НДС с 18 до 20, то можно сказать, что, в принципе, такого повышения не было. Надо дополнить, что это повышение было в прошлом году. Да, да. По крайней мере, ну, наш регион выгодно отличается от других в плане поддержки бизнеса. Налог на имущество организации исходя из кадастровой стоимости не рассчитывается. Мы единственные здесь в стране. Это плюс. Но если говорить о штрафах, а это уже несколько иная категория, ну, это пока процессия. Государственная Дума рассматривает новую редакцию кодекса административных правонарушений. Наш институт уполномоченного по защите прав предпринимателей и из регионов, и на федеральном уровне выступает резко против повышения штрафов для бизнеса. Почему? Потому что это, безусловно, отразится и на простых гражданах и покупателях. Для сравнения, ну, скажу вам такой момент. Предлагается в новой редакции санкция за нарушение со стороны предпринимателей при проведении проверки, например, если он уклоняется от проверки, 70-80 тысяч рублей. А штраф для чиновника, для инспектора, который нарушает законодательство при проведении проверки, как вы думаете, сколько? В десятки раз больше, по всей видимости. 5 тысяч рублей. И теперь возникает вопрос о соразмерности. У нас есть в новой редакции кодекса и трехмиллионные, и более штрафы. Очевидно, что такая фискальная нагрузка, она, безусловно, негативно повлияет на предпринимательскую активность. Деловые сообщества, насколько я знаю, выразили свое мнение, направили предложение. Борис Юрьевич Титов тоже. И мы рассчитываем, что все-таки, ну, депутаты услышат, в том числе и представители Тверской области в Государственной Думе, и скоропалительных выводов не будет. Поскольку и доходность предприятий, ну и, наверное, экономическая ситуация в домохозяйствах пока не позволяет платить повышенные штрафы, скажу так. Ну, говоря проще тогда, что касаемо вас, вы смотрите все-таки на эту ситуацию пока отрицательно. Ничего такого положительного, вот в этих изменениях, которые, ну, там, штрафы или еще что-то, с вашей стороны нет? В кодексе есть и положительные моменты, но они не касаются штрафов. Вся проблема в чем? Невозможно штрафы планировать. Вот если мы сейчас с вами выйдем в интернет, откроем, ну, например, какую-нибудь государственную программу, даже региональную, связанную с контролем или надзором, то очень странным образом обнаружим в табличке в конце, в перечне мероприятий, что проверок будет на 10, 20, 30, 50, каждым годом больше. Согласитесь, это несколько странно. Планировать, что все будут работать хуже, не уважать закон хуже, а государство собирать штрафы и пополнять бюджет лучше. Никогда еще в мире через ужесточение штрафной нагрузки и усиление проверок не решались вопросы безопасности, медицинской деятельности, транспорта, пожарной безопасности и так далее. Безусловно, только профилактика и только анализ рисков. Именно поэтому и создается такое впечатление, что государство просто хочет внести еще какие-то пункты, чтобы отнимать деньги у населения. А зачем? Разве денег мало? Посмотрите, национальные проекты, дополнительное финансирование, отличные инфраструктурные вещи. Наш регион, ну, один из лучших, кто привлекает федеральные деньги на строительство, в том числе и дорожное. По-моему, в стране деньги есть. Профицитный бюджет. Теперь нужно оставить эти деньги у тех, кто умеет их зарабатывать. Это в первую очередь предприниматель. Я, знаете, я хочу поддержать коллегу. Дело в том, что надо вообще задуматься, для чего вообще вводятся штрафы. Для того, чтобы человек, совершивший какое-то, ну, допустим, административное правонарушение, ну, что ближе людям, ну, в гаишнике, да, штрафы камеры и так далее приходят, чтобы он осознал то, что он совершил, ну, и понес за это какое-то убедительное вот такое наказание в виде, там, одной, там, двух тысяч штрафа, и впредь этого не совершал. Конечно, содеянное должно быть, ну, как сказать, эквивалентно, соразмерно тому, что он может вообще заплатить, и наоборот, то, что он заплатит содеянным. Но здесь, понимаете, дело в том, что, я знаю, что по некоторым показателям наши штрафы повысились кратно. При этом уровень доходов не повысился. Значит, на что получается? Значит, за одно и то же правонарушение человек теперь будет нести большую ответственность. Ну, это же понятно, что некоторые штрафы, ну, они практически треть зарплаты составляют, треть дохода граждан у нас. Но я считаю, что это уже перебор штрафа за какие-то дорожные происшествия, которые, естественно, не повлекли там смерть или увечить там человек. Мы говорим, ну, там, на красный свет проезд, да. Но вообще, честно говоря, я считаю, что это перебор, вот такие штрафы вводить. Поэтому можно считать, что они, с учетом того, что не у всех доходы растут, у некоторых они и падают, мы знаем, значит, можно к этому прибавлять. К тому, что повысили штрафы, да еще упали доходы, значит, человека за одно и то же правонарушение будут карать там в пять-шесть раз более жестко. Мы об этом еще поговорим более предметно, более подробно. Сейчас бы все-таки хотелось вот именно, скажем так, общий взгляд ваш. Вот давайте у экономики спросим. Ну, со стороны предпринимателей все понятно. А что со стороны экономики? Как вы оцениваете эту ситуацию? Да, на самом деле, любая ситуация, которая складывается у нас в стране, она неоднозначна. И все нововведения, которые проецируют органы нашей власти, они, конечно, полны благих начинаний. Но, как это у нас обычно бывает, что-то идет не так. И вот в этой ситуации, мне кажется, прям все по сценарию. Действительно, с одной стороны, мы понимаем, что по неким нашим формальным показателям, вроде у нас есть определенный рост, определенная тенденция к экономическому развитию, социальному развитию. Но по факту мы видим, что те же реальные доходы населения, они, к сожалению, сокращаются. И в то же время с нашим бюджетом, ну, не такая уж прям приятная ситуация, он не такой красивый, как хотелось бы. И опять, если посмотреть на структуру бюджета, то доходная часть в большей степени у нас складывается из чего? Да, это из налогов. Ну и, конечно же, один из способов пополнения бюджета – это, в том числе, и взывание штрафов. Но тут еще, повышая те же штрафы, я думаю, что органы государственной власти смотрят и на решение неких социальных задач. Ну, смотрите, действительно, те же повышения штрафов, которые, как сказал Дмитрий, они кратны. Говорят о чем? О том, что если вот мы, как простые обыватели, не знаю, те же авторюбители, садимся за руль и понимаем, что нам за превышение на 20 километров грозит уже не 500 рублей, и по факту, если мы заплатим в течение 10 дней, 250 рублей, а те же там 5000 рублей. 3000 рублей. 3000 рублей, да? То есть, безусловно, вроде бы как призывают к нашей сознательности, и таким образом государство пытается нас воспитать. Но идея идеальная. И действительно, если посмотреть опыт многих европейских стран, мы увидим, что там штрафы это серьезные за нарушение правил, да? И там действительно люди платят очень серьезные деньги. И я думаю, что если размерно сравнить зарплаты их, то это тоже будет серьезный определенный процент, да? Хороший процент. Об этом мы еще поговорим. Вот как касаемо предметного, что касаемо штрафов. Все-таки для экономики вот эти изменения, они в лучшую сторону или в худшую? Вот что хотелось бы узнать. Вообще, нужно ли это? И кому это нужно? Ну, безусловно, это те действия, которые нужны, да? Нужно реализовывать их. Но, наверное, в плане выполнения, да? В плане вот воплощения жизни, тут, конечно, нужно корректировать и нужно... Но это будем уже смотреть, смотреть по ходу, как это будет. Да, да, да. А что... А реплика можно в этой части? Можно. Не соглашусь в той части, что нужно. Это обеспечивается, когда правила одинаковые для всех. А как правило, и у нас происходит, не только в муниципальных образованиях, но и в целом стране кто-то ровнее. И в этом смысле, по-моему, сегодня, да, первый вице-премьер нового состава правительства как раз и предложил новый рывок в плане инвестирования. И там было три момента у них основных. И мне запомнился вот один снижение рисков. А это для предпринимателя. Это в том числе и ослабление административной нагрузки. Поэтому это как звенья одной цепи. Начнем повышать штрафы за одно, потянет другое и в конечном итоге заплатит каждый из нас. Каждый потребитель в итоге, да. В первую очередь заплатят те, кто вот... Обычный народ заплатит, не предприниматели. А это у нас всегда так. Нагрузка вся ложится на конечную единицу, то есть на гражданина Российской Федерации. И бог бы с ним, если бы народ был обеспечен, было бы из чего платить. Не так страшны большие штрафы, как страшно то, что падают доходы при этом, что не есть чего платить. Да бог бы с ним, если бы они были 5 тысяч, но был бы средний доход у нас 100 тысяч. Что-то у нас торгово-промышленная палата молчит. Как-то так. Притаилась. Притаилась, да. Вы знаете, вот с практической точки зрения, когда мы непосредственно от предприятий выслушиваем мнение, получается последние годы следующее. Реальный бизнес, он где-то между молотом и наковальней оказался. Причем молотом является снижающаяся постоянно покупательная способность населения, а наковальней ужесточение налоговой нагрузки и, соответственно, сбора штрафных тех или иных санкций. Вот эта ситуация, она пока на настоящий момент при новом правительстве, ну что естественно, новому правительству всего ничего, она никоим образом не поменялась. Мы должны с вами смотреть, наверное, на все это с двух моментов. С федерального уровня и с нашего регионального, да. Есть вещи, которые на федеральном уровне мы не в состоянии поправить. Но есть моменты, которые на региональном уровне мы можем сделать. Часть из них, Антон Владимирович сказал, я бы еще отметил туда работу, наверное, нескольких инструментов поддержки предпринимательства на региональном уровне, которые есть, в том числе двух фондов, да. И, соответственно, когда мы возвращаемся к штрафам, штраф, как уже сказали коллеги, это мера предупреждения и наказания против нарушения законодательства. Если она становится мером собирания бюджета, то мы приходим в тупик. Потому что, ну, грубо говоря, вот у нас есть экономисты, интенсивный и экстенсивный путь развития, да. Одним способом мы можем увеличить штрафы и какое-то единовременное, двухгодичное, трехгодичное, получить дополнительное поступление в бюджет. Или мы можем идти другим путем. Мы не делаем эти вещи, но создаем условия для экономики, предприятия развиваются, их становится больше, и тогда на предыдущий штрафной уровень мы выходим большим количеством предприятий, из которых, ну, просто эти налоги и штрафы можно взять. Да, естественно, каждый понимает, что второй-то путь предпочтительный, но первый легче достигается. Да. И вот этот соблазн решить сегодня, деньги нужны всем, да? Да. Деньги нужны всем. Решить сегодня и по-быстрому он перевешивал у прежнего состава правительства однозначно. Хочу сказать, что наша региональная как раз этим не здорово отличается, да? Это совершенно не худший вариант по всей стране. Наоборот, я бы даже в плюс поставил, да, есть целые моменты, которые понимают, показывают, что понимание экономической политики на региональном уровне, оно присутствует. Вопрос, как оно реализуется на местах, он очень большой. Когда мы переходим к уровню муниципалитетов, муниципальных образований, здесь есть бездна с точки зрения и реализации, и кадрового решения этих вопросов, и так далее, и тому подобное. У меня одно предложение можно в этой части, спасибо, согласен, о чем сказал Владислав Витальевич. Ну, кроме одного, что новое правительство пока еще там не проснулось. Вот федеральный Минюст, может быть, благодаря тому, что там есть и тверские представители, предложил сделать за скорость оплаты штрафа в 50% скидку. Да. Да, как в ГАИ. Мы же предлагали это два года назад, наше тверское бизнес-сообщество. Вот если региональные законы тоже это учтут в плане штрафной нагрузки, будет, наверное, полегче. Ну, опять же, вот мы заговорили касаемо налогов, да, правильно было сказано, что, ну, справедливости ради надо заметить, что у нас, может, и не самые большие налоги в мире. Дело в том, что в странах с прогнозистивной шкалой налоговобложения и разными начислениями муниципальных налогов и дополнительных сборов реальная эффективная ставка в некоторых странах реально высока, да, ну, там взять-то уже Швеция, там получается 57%, Япония – 51%. Китай, наш, как бы, вроде бы партнер, 45% ложится. Но, опять же, надо, как мы и сказали, не надо забывать, что в Европе, например, и уровень дохода граждан, о чем Дмитрий уже начал говорить, выше. И качество услуг, действительно. Мы, как бы, может быть, мы и гораздо платить, но мы должны понимать, что от этого действительно что-то произойдет, что это будет, куда деньги-то пойдут, что, что, что сделано, что будет сделано. Потому что мы видим только повышение, повышение, повышение. Для простого народа, скажи, было 18% НДС, о чем, да, опять же говорили, и стало вдруг 20%, вроде бы разница в 2%, а куда она ушла, спрашивает народ. Потому что эти 2% в карманах-то не прибавилось. Ну, вот, кстати, в Дании, помню, был репортаж, где большая ставка, то есть они очень много платят налогов. И каждый гражданин, он горд, что он эти деньги перечисляет в бюджет. И что самое интересное, что любой гражданин может прийти в муниципалитет, и ему дадут весь расклад, куда эти налоги пошли. Вот, кстати, у нас можно куда-нибудь прийти, чтобы узнать, куда наши налоги идут? Хотя бы на нашем муниципальном уровне. По своим налогам. Мы можем, если посмотрим бюджет, то поймем. Структуру бюджета. Да, это такая непростая задача, но она реально достижима. Не думаю, коллеги, что это прямо вот можно отследить. Даже и открытый бюджет, хотя многие практикуют, у нас в регионе. Экология, дорожное строительство. И действительно, здесь, наверное, мнение населения, это средство, наверное, да, социологического опроса, оно оправдано. Что хотелось бы увидеть, а так получается, что они аккумулируются все вместе, а уже потом, ну, выборная или назначенная государственная власть, муниципальная власть решает, а что важнее, что приоритетнее. И не всегда эти мнения или эти решения совпадают с мнением жителей. Вот по поводу тарифа Платон, который был введен. Вот с 1 февраля размер оплаты системы Платон составил 2,20, да, до этого 2 рубля 4 копейки. Естественно, мы прекрасно понимаем, на кого в итоге это ляжет. На обычный народ. То есть перевозчики непосредственно это все на ритейл. Ритейл, надо же куда-то выпадающий доход это с кого-то брать. Естественно, с кого возьмут? С граждан Российской Федерации, у которых и так уровень заработных плат, но уж далеко не шикарный. Правильно? Даже вот, Екатерина, ну вот вы по магазинам ходите. Конечно, цены растут, а в кармане не прибавляются. Вот согласись, в декабре, не знаю, масло стоило 100 рублей, сейчас 140, 160, да, увеличилось? Увеличилось. Вот, ну тогда можно просто дойти до абсурдных штрафов и поборов. Ну, не только у нас, да, там в разных странах есть так называемые нелепые штрафы, которые сложились исторически или из юридических там прецедентов. Например, в Австралии можно реально заплатить деньги, если хранить и покупать, и продавать более 50 килограммов картофеля. Ну, у них действительно это есть. Или, например, если вдруг отменили свадьбу, то будет штраф в 10 тысяч австралийских долларов, а это 425 тысяч на наш. Тоже нехило, да? В пользу невесты пойдет. В пользу государства это пойдет. В пользу кенгуру. Ну, в Австралии сейчас трудное положение. Я думаю, что им нужно, конечно. А в Лондоне, допустим, надо туристам помнить, что штраф за езду на велосипеде по тротуару составляет 100 фунтов. 9 тысяч рублей. То есть проехал вот так и заплатил. В Италии на менецианских пляжах запрещено собирать ракушки. 250 евро будет штраф. А в Твери, если трава пострижена недостаточным образом, тоже получите штраф. То есть у нас тоже имеются такие? Таких случаев достаточно мало. Ну вот... Ну вот... А мы не стрижем, потому что с тобой траву. Вот США, кстати, в Миннесоте придет заплатить до 2000 долларов, если проехаться по городу с грязными шинами. Хотя мне вот это нравится. Так город чище бы стал. Наши коммунальные службы меньше бы работали, они так мало работали. Я боюсь, что у нас вообще бы она без людей, и машин бы не осталось после такого штрафа. Знаете, у нас одна японская студентка жила, и когда ей понравилось здесь жить, она здесь жила, училась год, и когда ее спросили, какое у вас главное впечатление о России, о Твери, я очень удивился ее ответу. Она сказала, главное, вот то, что меня потрясло, у вас такие грязные машины. Ну у нас погодные условия такие, что чистыми они быть не могут по определению. У нас грязные машины почему? Потому что у нас грязные дороги. По крайней мере, так говорят водители. Или, с другой стороны, грязь сама отвалится со временем. Ну это когда ее совсем много. Ну вот тогда получается, что все-таки штрафы, это действительно средства пополнить казну, и не более того. Не, ну то, что вы привели пример, вот всю вот эту выборку, если мы ее проанализируем, то увидим. Это примеры развитых стран, которые могут себе позволить внедрять соответствующие налоги, потому что у них уровень жизни населения, естественно, много выше. Вот к этому мы и пришли же опять. А органы нашей государственной власти, они воспринимают нашу страну именно как таковую. Да, вот даже если посмотреть вот всякие там релизы, что говорить, да, обычно нас сравнивают как Россию с кем? Не с Казахстаном, да, хотя, может быть, он по развитию даже дальше пошел. Не с Украиной. То есть мы равняем себя как страна с развитыми странами, Соединенными Штатами и так далее. Да, политическая мощь, геополитическая у нас есть, но экономическая составляющая у нас слабая. У нас, к сожалению, нет возможности конкурировать именно в этом вопросе. Поэтому что получается? Получается, что при сокращении доходов населения, да, при, в принципе, падении уровня жизни населения, у нас вводятся все эти меры, которые должны вводиться только в том случае, если доходы населения растут, если благосостояние общества увеличивается. По сути, вот такая тенденция, она может привести к отчаянию со стороны населения. То есть мы же четко понимаем, что наши доходы не растут, что цены увеличиваются, зарплаты нам никто не увеличивает, и в то же время налоговая нагрузка растет в прямом и в косвенном виде. И это может вызвать возмущение, не скажу, что революцию, но возмущение точно среди населения. Но оно уже присутствует возмущение среди населения. Да, правильно, потому что полностью согласен, Оксана, потому что вместо того, чтобы исправлять ситуацию населения, которое находится не в лучшем экономическом положении, его, по сути дела, добивают, доканывают вот этими штрафами. Получается, что не бит из битого, что ли, собирают? Ну, с другой стороны, это, в принципе, уже исторически сложилось. Если посмотреть и проанализировать нашу историю и историю экономики на протяжении последних 300 до даже 500 лет, мы увидим, что ситуация-то, в общем-то, не меняется, что в конечном итоге самую нагрузку несет у нас человек. Я, конечно, не спорю, что это пока еще обсуждается, но вот в частности российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предполагаемые штрафы для водителей в Кодекс административных правонарушений являются непосильными для граждан, цитирует РИА Новости его. По его словам, власти страны пока не добились роста зарплаты в стране, чтобы так сильно увеличить штрафы за нарушения на дорогах. Для многих это просто непосильно, констатировал Мишустин. Он отметил, что рассматривать сумму штрафов нужно обязательно с учетом платежеспособности россиян, а не идти по самому простому пути и увеличивать штраф. То есть нам нужна прогрессивная шкала, о чем вот говорили уже многие. Это правильно. Пока же предлагается дополнительный контроль за расходами простых физических лиц и их переводами из пластиковых карт, если продолжать ту цитату, о которой вы говорите. И в плане прогрессивного налогообложения достаточно спорный вопрос. Здесь много, если с точки зрения предпринимательства, много ведь дополнительных вещей сейчас вводится. Возьмем маркировку товара, которая коснулась пока незначительной части. И я уверен, это у нас только начало. Это начало, но как бы обещать, что действительно перечень расширится. В том числе, которые технически поносят совершенно характер для предпринимателей. Мы проводили в торгово-промышленной палате целый ряд мероприятий, а в том числе пытались получить объяснение от Министерства экономического развития еще прежнего состава по этим вещам. И вы знаете, заканчивалось тем, что в студии выключить просили микрофоны. Потому что люди с мест задавали такие вопросы, на которые Минэконом не в состоянии был ответить. Например, чипирование обуви. Человек встает и говорит, ну а мы производим тапочки одноразовые. И поставляем их в гостиницы и в ларьки, которые торгуют там тапками, игрушками. Как вы себе представляете чипирование одноразовых тапочек, а также снятие этого чипа непосредственно в ларьки. И это такой просто абсурдный пример, да, но на самом деле реальных примеров было очень много. Фискальная нагрузка, она растет. Единственное, что касается штрафов, надо не забывать, что люди это еще психологически воспринимают. Если мы с вами спросим тех, о которых мы сегодня упоминали, там, из развитых стран, вы знаете, многие из них встанут и скажут, как, ура, можно не мыть машину, меня тут заставляют, да, я, может быть, за российский вариант-то. Кто вам сказал, что мне нравится на чисто ездить? Это совершенно не так может оказаться. Совершенно. Любой человек, любое общество, испытывая давление аппарата государственного, ну, желает как-то ему сопротивляться. На то и создано государство, чтобы всех загонять в единое направление и решать общенациональные задачи. Всегда ли государственный аппарат используется для того, чтобы решать действительно общенациональную задачу? Или это пришло оно кому-то в голову, да, и он просто тренируется на остальных согражданах, потому что считает, что так правильным или выгодным? Вот в чем вопрос. К счастью, российское общество имеет такую амортизационную, большую очень нишу, да, когда оно саморегулируется. Вот, ну, у нас с вами 18-20% НДС, сети, да, в которых мы что-то покупаем, поставщики и так далее. Поверьте мне, вот на нашем опыте у нас там много мероприятий. Опять Антон Владимирович не даст соврать, да. Ближайшее мы делаем, например, с Х5, это группа, ну, пятерочка, там, карусель, да, и перекресток с предпринимателями. То есть это решается внутри стремлением, потому что каждый хочет сохранить свой бизнес, свое направление, продолжать жить и продолжать обеспечивать себя и свою семью. И те, ну, перегибы со стороны государственного аппарата, они каким-то образом вот в этом мягком, так сказать, да, покрытии, они как-то тонут. Главное не переборщить, чтобы не достигнуть дна, когда уже все. Дальше никакой амортизационной подушки не будет. И слово штраф будет уже как красная тряпка на быках. Вот это да. Ну что ж, наша сегодняшняя программа подошла к завершению. Эксперты много что сказали, есть над чем подумать. Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да. Кому-то эта информация покажется противоречивой, кому-то наоборот, что-то целое и интересное оттуда можно подчерпнуть. Ну, с точки зрения обывателя, я могу сказать, что все еще очень сложно. Потому что мы только наблюдаем рост цен в магазинах, а в кармане не прибавляется, к сожалению. Ну, а мы прощаемся с вами на неделю, чтобы снова встретиться в этой студии с нашими экспертами, с нашими гостями и обсудить самые значимые и важные события. Следите за эфиром и смотрите наши программы на сайте Медиахолдинга Тверской проспект. В студии был Максим Кузин, Андрей Свистунов и наша Екатерина. Это было ток-шоу «Как-то так». Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!